Коллеги, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про установку гипервизора Гипервэм от компании Microsoft в пространстве пользовательской операционной системы Windows 10. Так, для начала, чтобы нам данный компонент установить, нам нужно его активировать в операционной системе Windows 10 или убедиться, был ли он активирован заранее. Итак, есть, прежде всего, есть несколько требований касаемо установки Гипервэм в пространстве Windows 10. Во-первых, ваш процессор должен иметь разрядность X64, а во-вторых, должна иметься поддержка или включена поддержка аппаратной виртуализации. Аппаратная виртуализация включается на уровне BIOS, и для того, чтобы убедиться в этом, вы должны перезагрузить, получается, компьютер, попасть в BIOS с сочетаниями клавиш, это может быть F1, F2, F10, F12, DL, Shift. В приветственном окошке обычно обозначено данное сочетание клавиш. И во вкладочке Advanced или продвинутые загрузчика BIOS или загрузчика UEFI вы можете увидеть, включена ли у вас поддержка виртуализации или нет. Также можно убедиться по поводу этого момента из операционной системы. Для этого можно воспользоваться двумя моментами, двумя компонентами. Более простой вариант – это в командной строке воспользоваться, воспользоваться, точнее, не в командной строке, а в окошке «Выполнить» справкой MS-info 32, нажимаем клавишу Enter, и в самом конце списка данного перечня функционал нашей системы вы можете увидеть, поддерживается ли у вас виртуализация GIPER-V или нет. Так как данная запись производится с использованием нескольких виртуальных машин, то у меня будет следующий текст, что обнаружена низкоуровая оболочка и функция, необходимая для GIPER-V, отображена не будет. Тот же самый текст и встретите, если поддержка виртуализации будет отключена. Напоминаю, в моем случае, в случае виртуальной машины, так как используется несколько виртуальных машин, и мне такой текст будет поумолчать. Если же у вас поддержка GIPER-V включена, то у вас будет несколько строк о том, какие параметры у вас будут как раз активны. Также можно с помощью PowerShell убедиться об этом. Ну, я думаю, до PowerShell нам сейчас еще рановато, поэтому мы убедились сейчас, столкнулись с этим моментом, то, что поддержка выключена, и как же нам ее включить. Давайте доберемся сначала до панели управления. Панель управления. И во всех программах включена компания, как раз GIPER-V. Если у вас он будет выключен по умолчанию, то, естественно, чекбокс, галочка у меня будет отсутствовать, чекбокс будет неактивен. Мы якобы включаем поддержку, нажимаем ОК, и для этого вам, для ее полнейшей активации, вам потребуется перезагрузить машину. Также мой совет, при перезагрузке, прежде чем перезагружать, чтобы в дальнейшем было удобно администрировать несколько, если у вас так получится вертолинка машины, несколько серверов, то в свойствах компьютера замените сразу же имя компьютера для того, чтобы в дальнейшем не запутались. Наш компьютер сейчас называется КВ, от сокращения от Hyper-V, пока. Думаю, тут не запутались. Итак, в панели управления активировали Hyper-V, якобы перезагрузили компьютер, и идем дальше. Дальше, в пуске нам надо с вами либо долго и муторно мы будем с вами искать средства администрирования, и убедимся, что здесь есть диспетчер Hyper-V, либо с помощью поиска сразу нужно диспетчер Hyper-V. Так как мы к нему будем не раз обращаться, то можно закрепить сразу на начальном экране, и давайте в панель задачи. Вот иконочка у нас появилась. Открываем мы с вами Hyper-V, и нам необходимо сделать две вещи. Так как предполагается, что в дальнейшем мы будем использовать n-ное количество виртуальных машин, нам надо их как-то между собой связать. для этого мы будем использовать... В сетях у нас используются сетевые коммутаторы, так как он с виртуальной машины сейчас, и коммутатор будет виртуальным. Давайте мы его с вами создадим. Для этого перейдем в диспетчер виртуальных коммутаторов, и выберем тот коммутатор, который нам необходим. Мы можем использовать виртуальный коммутатор с внешним подключением, с внутренним подключением, или с частным подключением. Если внешнее подключение, это значит, что будет соединяться виртуальная машина, хост, хост это непосредственно наш компьютер, на котором все это развернуто, и какие-то другие внешние сети. Внутренняя сеть подразумевает то, что будет соединение только виртуальных машин и нашего хоста, нашего компьютера, на котором все это развернуто. И частная сеть — это соединение только виртуальных машин. Давайте остановимся на частном коммутаторе, в нашем случае. Выбираем «Создать коммутатор», сдаем имя, раз он частный, то давайте мы так и сократим его фоя «S». «Приватсвич». Ну, все это частная сеть. Давайте посмотрим, если переключаем на внешнюю сеть, то мы взаимодействуем непосредственно с сетевым адаптером. Переключаем на внутреннюю сеть. Сейчас никаких взаимодействий нету, и на частной сети никаких взаимодействий нету. Мы остановимся на частной сети. «Применить». В диспетчере виртуальных серверов мы видим, что у нас есть «Дефалт» — «Свич» и частный наш виртуальный коммутатор. «Применить». 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 И переходим к главному, к созданию непосредственно виртуальной машины. Правой кнопкой мыши по нашему компьютеру. «Создать виртуальную машину». Окошко «Приветствия» нам в дальнейшем уже не понадобится. Мы его сразу же пропускаем. Переходим далее. Пускай издаем название нашей машины и пускай мы ее назовем с вами «АД». Наверняка там будет «Актив-директор», и пускай она так будет называться «АД-1». Мы можем выбрать, где она будет располагаться, но мы предпочитаем сейчас, в данном случае, стандартный путь. Выбираем разницу в поколении. Поколение виртуальных машин. Поколение 1, поколение 2 в нашем случае, в частном случае, отличается только от того, что в поколении 2 виртуальной машины используется не BIOS, а настройка над BIOS-ом UAP. Несильные разницы, поэтому останавливаемся на поколении 1. Выделяем количество оперативной памяти. Так как мы используем с вами Windows Server, то рекомендации, конечно, под Windows Server минимум 2 гигабайта оперативной памяти, но 2 гигабайта – это, конечно, минимальное требование, но слишком мелкая единица. Идеально это, конечно, 4 гигабайта, так как мы работаем в мегабайтах, поэтому 4096. Мы работаем, а цифра мы указываем, в мегабайтах 4096. Дальше мы как раз сразу выбираем то, что подключение будет происходить через наш виртуальный частный коммутатор. Далее, какой жесткий диск, название нашего виртуального жесткого диска происходит, точнее, в его подключении, создание и подключение, и объем, который мы можем под него выделить. Давайте 100 гигабайт, уже гигабайт, поэтому цифра намного меньше. Мы можем подключить уже имеющийся диск, так как у нас машинка первая, поэтому ранее диска у нас нет, поэтому вставляем практически все без изменений и переходим к подключению образа, с которого будет устанавливаться наша Windows сервера. Говорим-то, что это будет файл образа ISO, заранее был подготовлен, обзор, и на рабочем столе мы его выбираем и подкрепляем. Далее, перепроверяем наши параметры. Готово. Происходит создание нашей виртуальной машины. Двумя кликами мы ее можем запустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!